Денис, приветствую тебя. Привет всем. Наша традиционная встреча. Собственно, как и всегда обсуждаем рынки технически, фундаментально, смотрим на них с разных сторон. Иногда, если есть хорошие индикаторы со стороны рыночного сентимента, тоже подсказываю, как еще одна точка зрения того, что происходит. А рынок сейчас говорить очень непросто, потому что мы, как спекулянты, трейдеры, заложники новостного фона и настроения, которые очень быстро меняются из-за того, как обстоят дела в мировой даже банковской системе. Потому что мы можем, конечно же, стараться копать глубоко, но до конца все-таки не узнаем, какие банки сейчас на волоске, где могут снова возникнуть вот эти серьезные проблемы с ликвидностью и какой банк в конечном счете не выплатит. Хотя кто-то скажет, что настроения уже улучшились. Я разделяю совершенно другую точку зрения. Считаю, что у нас сейчас вроде как затишье перед бурей. И в ближайшее время новостной фон может стать снова настолько негативным, что золото, которое, кстати, на одном из последующих выпусков можно будет с тобой рассмотреть. Здесь золото, которое получит возможность неплохо отрасти, так же, как и ряд защитных инструментов. Я здесь говорю даже не про доллар. Может быть, более интересными активами будут франка, иена и американские облигации. Сегодня на повестке экономического календаря не так уж и много отчетов, но если говорить в целом про неделю, вот сегодня как раз самые и важные отчеты недели. В 12.30 по GMT относительно скоро выйдут данные по ВВП США. Не уверен, что этот отчет станет мощным катализатором для движения финансовых рынков, но какую-то влатильность он привнести на рынки может. Я сегодня предлагаю разобрать активы, которых мы касались, по-моему, с тобой на одном из последних эфиров. Это европейская валюта, фонт. Они сейчас точно в локальной восходящей динамике. И, по моему мнению, этот локальный тренд точно будет продолжен. Можем также коснуться еще рынка черного золота, нефти. Вроде как пропускали мы с тобой в последних эфирах этот актив. Ну, будет неплохо, в общем, обратить внимание на него и подсказать тем, кто следит за нашим совместным контентом, что с этим рынком происходит в моменте и на что стоит делать наибольший уход. Давай к демонстрации экрана. У меня буквально сразу открыт индекс доллара как индикатор рынка. В целом, пару слов просто скажу, каких индекс доллара 102.33. Я считаю, что давление на американскую валюту, которое сегодня на азиатской сессии наблюдается, вполне оправданно. Я, как и многие, уверен в том, что американский регулятор все же больше не будет ужесточать монетарную политику, потому что не будет создавать условия для того, чтобы раскачивалась эта неприятная массивная лодка проблем, связанных с тем, что повышение процентной ставки может снова толкнуть вверх доходности трежерис. И как на это отреагируют банки, никому не известно. Но есть прецеденты Silicon Valley Bank и Signature Bank, которые как раз некоторое время назад настолько утратили доверие и потенциал способности своих финансовых департаментов, что, в конечном счете, были вынуждены объявить о банкротстве. Американский регулятор это прекрасно понимает, поэтому сейчас идет, на мой взгляд, по пути наименьшего сопротивления. Это, возможно, не самый лучший путь, но время покажет. Но этот путь сейчас просто заливать все проблемы деньгами. И каждый раз, когда я касаюсь темы доллара, говорю о том, как растет баланс американского регулятора, достаточно просто вбить, кому интересно, в поисковой строке баланс Федрезерва, и вы перейдете на официальный сайт, где информация в открытом доступе, баланс американского регулятора вплотную приближается к пиковым значениям в время пандемии. Там в районе 9 триллионов долларов. И постоянно растет почти каждый день. Делать нужные выводы объективно. То есть, чем больше денег на балансе, тем больше денег фактически вышло с печатного станка и было отправлено на поддержку банков, о чем нам, в принципе, сейчас не говорят. Но баланс является самым красноречивым в свидетельстве того, что американская экономика сейчас нуждается в деньгах. И на этом фоне, я думаю, что доллар точно не лучший кандидат на покупку в ближайшее время. По поводу тех инструментов, на которые мы хотели с тобой сделать ставку, европейская валюта 1.0828. Ты знаешь, Денис, я считаю, что до конца недели, то есть две торговые сессии, пара евро-доллар может приблизиться к отметке 1.09. И на следующей неделе, когда новостной фон уже будет более интересный, попробовать потестить даже уровни повыше с потенциалом ухода в такой психологической планке, круглой цифры 1.10. Евро сейчас явно баловень вообще новостного фона, потому что и сомнения в том, что ФРС может позволить себе повышать процентную ставку, уверенность в том, что ЭЦБ будет делать это точно, потому что и глава Европейского центрального банка Кассин Лагард постоянно об этом говорит. Вчера, кстати, поступление главного экономиста ЭЦБ Филиппа Лейна, который также дал понять, что вот ЭЦБ фактически уже решил, что будет снова повышать ставку. Следующее решение будет предполагать ее рост еще на 50 байсных пунктов. Статистика, которая выходит в последнее время от индексов активности производственного сектора и сферы услуг до бизнес-оптимизма Германии, скажем, возьмем отдельно локомотив ВЕС, придаться в целом к макроэкономическим данным нет возможности, они локально поддерживают вот этот вот позитив, что оставляет евро вот в этой траектории роста. Сейчас консолидация евро тоже нуждается в дополнительных триггерах. Может быть, как я уже отметил, отчет по ВВП сегодня чуть-чуть раскачает волатильность и позволит евро прорваться выше. Британская валюта тоже самая. Здесь устойчивый восходящий тренд, только мы уже на локальных максимумах евро должны еще доказать свое право находиться выше уровня 1.09, а фонд 1.2333 и смело можно ориентироваться, я думаю, на движение в районе отметки 1.25. Инфляция растет темпами, которые опережают темпы роста во всех других странах. Я думаю, что даже развивающиеся страны сейчас могут сказать, что у них не так все плохо с инфляцией, как в Англии. Выше 10%. Интересное наблюдение было от Bloomberg, сегодня рассказывал также на своем брифинге, что в марте цены на продовольственные товары в Англии выросли на 17% только за один месяц. И это все дисконтируется в показателях инфляции, поэтому через две недели, когда мы в апреле уже будем анализировать мартовскую статистику по инфляции, допускают, что индекс потребительских цен может достичь даже 11%. Банк Англии явно трухнет из-за этого, ставку повысит, и так же, как и ЦБ, полагаю, что следующее повышение будет на 50 базисных пунктов. Поэтому ловим волну сейчас покупок и верим в положительную динамику рисковых инструментов. Ну а нефть, это чисто на геополитических рисках, на ближневосточном, скажем, порс-мажоре, если прояснить ситуацию с приостановкой поставок из Ирака в правлении Турции, около 450 тысяч баррелей. И на этом три дня уже рынок ролировал, собственно, уперся в районе 78 долларов за баррель. Вчера еще топливо подошло до роста. Это данные по запасам, которые в США резко снизились, и это снижение стало максимальным с ноября 2022 года. Сейчас мы видим то, что нефть выкупают. Я полагаю, Денис, то, что до конца недели смело быки могут метить в районе 80 долларов за баррель. Почему бы и нет? Слово тебе. Так, хорошо. Экран мой виден. Мне нравится, когда у нас совпадают мнения. Единственное, там маленькое есть разночтение по нефти, но мы до нее еще дойдем и объясню свою позицию. По поводу евро. Здесь она 300% с тобой согласен. И также вот еще и покупки держу с прошлой недели, с пятницы, когда цена падала. Хотя, честно, это было стрёмно, конечно, потому что импульсное, сильное падение вниз было сделано. Но, тем не менее, объясню, почему здесь именно хорошие были классные возможности для покупок. Дело в том, что если сразу несколько факторов собрать, у нас на протяжении роста, который начался еще, в принципе, с начала июньского контракта, раскинуть полностью профиль вверх, то у нас основная его часть как раз идеально четко попадает на уровень 1.0730-1.0700 ровно. Плюс контрольная маржиналка сюда также попадала и сейчас там. То есть это классный сильный диапазон, который подтверждал нам, что если цена сюда дойдет, то с очень большой вероятностью хотя бы локальный отскок будет вот к этой ближайшей зонке продавцов, то есть в район хотя бы 1.0820. То есть этого было уже достаточно для того, чтобы перевести в безубыток. Значит, что дальше? Дальше я ожидаю продолжения роста, потому что по опционам вверху вот уже начали прям четко формировать зону, то есть это верхняя зона опционного спреда, также по торговке сюда попадает крупный, и также еще и стратегический максимум на 1.1030 сюда тоже попадает. В общем, с учетом всех этих факторов, я считаю, что да, цена туда будет расти, промежуточную фиксацию лучше всего делать в районе 1.0930. Здесь у нас и локальное сопротивление есть, и контрольная броженалка, если строить вот уже от нового минимума. Сейчас цена вот там немножко плетит у нас пару дней, но это такое-то мелочи. Если даже, если даже будет у нас снижение вниз, то у нас по пути есть классная зона покупателей, вот она дополнительно сформирована 1.0780, 1.0745, и либо у нас с текущих пойдем вверх добивать, либо в случае, если вдруг там дадут коррекцию, то от нижней зоны. При обоих вариантах развития событий, я считаю, что общий потенциал абсолютно одинаковый. То же самое касается фунта, то есть по фунту я тоже за покупки. Здесь достаточно классический был вариант, то есть цена подошла к зоне вращения, это тот диапазон, который цена видит с обеих сторон, то есть вот один экстремум с одной стороны, потом формирование экстремум с другого стороны, и снова подход, и также еще и вливание вот точного объема, основная часть по пункту сосредоточена внизу была, и быстренько подтвердили буквально уже вот на следующую свечку. Вот половину позиции в районе максимума на 1.2340 здесь уже зафиксировал, потому что лучше немножко придержать на всякий случай, чтобы было, и также сформирована дополнительная зона покупателей, если вдруг здесь будет коррекция. Дело в том, что та область продаж, которая была сформирована еще в январе месяце, она на данный момент уже не актуальна, то есть ее цена будет ступеньками по ней двигаться, то есть с внутренними периодическими откатами, но разворота, как правило, с таких диапазонов уже не делают, особенно с учетом того, что здесь достаточно крупные были влитые объемы на продолжение роста, так что я фактически за продолжение роста с текущих уровней в район 1.2450, ну или же, если попытаться сделать поглубже коррекцию, то с нижней зоны на продолжение роста. То есть они абсолютно синергично выглядят, что евро, что фунт на перехай своих стратегических экстремумов. Плюс ко всему фунту очень красиво видна, особенно если с самого низа, особенно если ее убрать, вот так начертить кумулятиву, то мы четко видим, что при росте цены, особенно вот начиная примерно с этого момента, когда уже полно было сделано перекрытие прошлого сегмента вверх, у нас кумулятива резко начала падать. То есть фактически здесь и фиксация происходила покупок, то есть обратные сделки, как рыночные продажи, ну и в том числе и набор байлимитов, потому что он тоже проходит по бидам. Следовательно, вот здесь вот то же самое было по точным объемам, и чаще всего, когда рынок растет, а кумулятивная дельта падает, это признак того, что будет продолжение роста, то есть основа сделана именно по цене. И когда я видел, что такое просто сильнейшее падение, и оно продолжается по кумулятиве, то есть сделки по бидам, они все больше и больше здесь наращиваются, то, соответственно, я за продолжение роста, то есть здесь ничего дополнительно фиксировать я не буду, только держать вот своим целям 1.24.50. Очень хочется увидеть как раз фиксацию по этим экстремумам. И плюс ко всему, здесь еще и вчера начали заходить очень неплохие блочные сделки по фьючам, то есть это институциональные рыночные участники, они обычно вот именно так работают, то есть по фьючам покупают в районе 1.23.15 как раз были эти покупки, если перевести в спотовые котировки 23.50, это по фьючу. Ну и, соответственно, отсюда продолжение на рост. По индексу доллара эти мысли совпадают у нас, потому что я тоже считаю, что локально ослабнет, потому что, во-первых, да, я тоже видел эту схему, которую ты говорил по поводу Федрезерва, насколько они подросли, я даже публиковал еще у себя на канале. И, естественно, получается, они как бы одной рукой борются с инфляцией, а другой рукой запечатывают деньги для спасения слабых банков, которые все равно, в любом случае, более крупные поглотят. Ну, просто еще как дополнительная резервная ликвидность на всякий случай им создается. Поэтому при таком раскладе я не вижу тоже перспектив для какого-то укрепления индекса доллара. Я считаю, что да, он придет вот как раз к прошлой зоне поддержки. Как будет дальше, я пока не готов говорить, потому что здесь зонки есть и пониже, там в районе 99 с копейками и еще ниже. Но пускай для начала, хотя бы, это дневной график, поэтому пускай для начала хотя бы вернется в район 101 по индексу, там 100,5 или 101, как средняя часть, и там дальше будем смотреть. А с текущих значений это достаточно хорошее движение, которое подтвердит также наши мысли на перехай по фунту и по евро. А вот что касается нефти, вот здесь вот у меня немножко такой диссонанс. Дело в том, что по нефти, в принципе, у нас движение вниз, как бы доминирующее еще начиная с прошлого года. Вот мы четко видим начало это июнь месяц, и погнали такой достаточно серьезный тренд вниз. При этом цена подходила к стратегическим минимумам, но самые главные, самые сильные минимумы, они сформированы, я сейчас покажу, вот где. То есть в район приблизительно 60, ну 62 если округлить, в районе 62 долларов за баррель, это по нефтемарке VTI, здесь находится вот именно реально серьезная, очень серьезная поддержка. Там где была цена, ну как по мне, как-то слабовато выглядит, ну реально слабовато. Пока что вот этот отскок вверх, он вписывается абсолютно в коррекционный отскок, потому что здесь и области накопления с прошлого контракта достаточно серьезные. Ну и при этом четко видим, что внизу было накидано просто колоссальное количество и по фьючам блочных сделок, и по опционам также хеджов, хотя они были еще и ниже, вот то же самое это в текущем, причем в месячном контракте, который экспирируется с 17 апреля. Поэтому я думаю, что отсюда попытаются хотя бы сделать внутреннюю коррекцию вот примерно в район 70 долларов за баррель. Здесь я думаю, что сформирована очень неплохая такая зонка покупателей, вот она, поэтому я думаю, что хотя бы вот к этой части откорректироваться. Вверху также накидали очень серьезные объемы, причем сделано это было позавчера и вчера, то есть вот во вторник и среду. И здесь основная цель находится выше 80 долларов за баррель, но это по VTI, то есть по бренду это где-то, сколько, 83 примерно, получается у них там 4-5 процентов наценка. И здесь действительно есть очень важные экстремумы, но опять-таки эта экспирация у нас 17 апреля, я не уверен, что смогу за 2 недели, фактически 2,5 недели туда дойти. У меня есть честные сомнения на этот счет. Поэтому я лично локально за коррекцию, а там потом будем смотреть. Возможно, дадут снова перехай. Но сейчас с текущих цена фактически находится в зоне предыдущих очень крупных объемов. У меня прям залеплено, что свечку не видно. Здесь очень, ну вот ее футпринт, то есть свеча, в которой огромное количество объемов в верхней части сосредоточено, и по нефти это не редкость, когда делают добой, потом возврат в эту область, формирование зоны продавцов и потом пробивают вниз. То есть такое здесь весьма часто происходит. Поэтому я пока с покупками не спешу, особенно учитывая то, что покупать особо коррекция очень-очень слабая была. И, как по мне, слабые условия. И повышенный объем был вчера именно на подталкивание вниз на данных по запасам. Поэтому я здесь за коррекцию. А потом уже, возможно, действительно снова рост. Денис, спасибо тебе за рекомендации. По риску, да я думаю, что в целом можно сказать, что у нас очень похожий взгляд с точки зрения техники и фундамента на происходящее. Остается только посмотреть, как рынок себя поведет. На самом деле, через неделю мы с тобой сможем убедиться в том, были ли правы, прогнозируя конкретное продолжение трейна в динамике по риску. Но я думаю, что мы, Денис, с тобой правы. Потому что, на мой взгляд, довольно объективно посмотрели на рынок с двух сторон и сошлись во мнении, что вот прям туда риск, евро и фунт должны пойти. Спасибо тебе большое, что подключился, нашел время, обсудил со мной рынки. Хорошего у тебя закрытия недели, хорошей отработки сегодняшних данных по ВВП, если будешь проявлять какую-то активность там по факту выхода новостей, либо перед ними. И увидимся тогда на следующей неделе. Пока. Тебе и нашим подписчикам тоже отличные выходные, ну и по внешней классной отработке. Спасибо, Денис. Пока. Пока-пока. Продолжение следует...